Добрый вечер, сегодняшняя тема моего первого выступления. Добрый вечер. 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 исследовать эту тему, питание, потому что я понимал, что вот моя мама, вот малышка, и результаты к чему это приводит. И таким вот образом я вышел и на веганство, то есть здесь надо проверить типы питания. Есть правила питания, типы питания. Значит, типы питания относятся к все едения, вегетарианство, веганство, сыроедение, фруктоедение, лимонофруктоедение. Значит, питание, это когда человек, то есть как термально-брагодная пища, так и сырыми фруктами, овощами и белковой продукцией мясо, мясо, рыба ясно. К вегетарианству относятся к употреблению молочных продуктов, мясо, молока и рыбки. Вот, для веганства относятся все продукты, которые термически обрабатываются, но не содержат животного отделка. В том числе яйца, молоко и рыбки. Да, сыроедение, это уже более продвинутый высокий уровень, то есть для этого нам нужно, чтобы человек адаптировался как психически, так и физически. Вот, и к этому относятся уже продукты, не прошедшие термальную обработку, и являются наиболее естественным результатом, судя по строению нашего отдела. Что это означает? Это означает следующее. Если провести строительный анализ, строение человека, хищника, трава, ягода, значит мы увидим следующее. Начнем с верхней части, это, так сказать, строение нашего черепа, нашей чирости и зрения. Значит, зрение я отношу у человека цветное зрение. Это означает, что мы приспособлены видеть стрелость продукта, который мы собираемся потреблять, допустим, фрукты, овощи, к строению чирости. У хищника, допустим, ярко выражены фрукты и все зубы, фрукты, и они растут в течение всей жизни. Таким образом, хищники имеют возможность питаться от мяса. И не ходить к самотологу. Вот, и у человека такого возможности нет, то сухой нервы, и какие у него негативы выражают. Дальше, свиные железы. У человека свиные железы вырабатываются в памяти того, как поступает пища. И необходимо тщательно пережевывание. Хищники же имеют такой структуру чирости, только отрывать куски и их латать, только они их не пережевывают. У человека, конечно, через цели до смерти, они таким образом монопатичны, и имеется возможность тщательно пережевывать. Дальше идем по желудочно-кишечному тракту. С сравнительных характеристиками длины и пропорционально длине тела человека хищника. У человека длина кишечника несколько раз больше длины тела у хищника, а у длина кишечника примерно равна длине тела. Это очень устанавливает такая особенность, поскольку мясо входит в переработку и выходит на свои цельственные образы. Не затяживается и не происходят милостные процессы. Дальше, если взять травоядные, шувачные животные, у них желудок встроен так, допустим, если взять корову, у них сложный четырехкаберный желудок. Когда животные попадают пищу, они попадают в первое отдело желудка, где происходит первичное обработка, там содержится микрофлора, которая эту пищу, допустим, траву, сено, перерабатывает. И потом, когда животное находится в более-менее скопольном состоянии, если это дикое, травоядное, жвачное животное, то для него важно как можно быстрее захватить эту массу и скрыться от хищника. И таким образом, в скопольном состоянии оно может переживать эту жвачку, в которой находятся эти бактерии, это кишечная микрофлора. И это является тем белком, которое жвачное, травоядное животное получает. В результате, например, коровы, допустим, она наращивает белковую массу, то, что мы называем, мясо. Вот. И таким образом, выходит из этого, что человек является ближе к травоядным, и его главное питание – это плодыни. Кишечник человека, желудочно-кишечник, сразу же человека устроен в следующий образец в желудок, выделяет в зависимости от поступаемой пищи либо желудочно-кишечник, либо кислотную. И дальше происходит на группах физическом плане процессы переработки, то есть пищеварения. Те структуры, из которых состоит пища, если это фрукты, овощи, содержат клетчатку, целлюлозу, она должна перерабатываться микрофлорой, то есть кишечники. Наш кишечник содержит несколько сотен различных микроорганизмов. Одни действительно приятные, другие – приятные. Если же человек пытается, находится на все едини, то у него в зависимости от пропорции пищи термически обработанное мясо и сыроедение, может быть, различных количеств содержатся и эти бактерии. Когда поступает термически обработанная пища, то происходит такой процесс, как благостная полезная микрофлора, это скрывается в слепой кишке и в аппендиците. Ученые в учебниках по биологии по поводу аппендицита очень мало написано, буквально червеобразное просто, при нарушении какого-то есть. Но когда происходит... ...поскаление аппендицита, все знают, что с этим надо делать. К сожалению. Так вот, я, естественно, это не проверял, а тут только пересказать то, что я прочитал. Аппендицит является инкубатором. Инкубатором производства этих благостных бактерий, которые помахают нам перерабатывать целлюлозу, клетчатку, и в результате удаления аппендицита мы лишаемся того важного участка, так сказать, нашего пищевода, который поможет человеку в дальнейшем перейти на сыроедение и чувствовать ее более здраво. Слепая кишка является бункером. Она содержит такой механизм, в который бактерии могут, грубо говоря, спрятаться, когда поступает термически обработанная пища, либо мясная. И это те благостные бактерии, в следствии прекращения вредного воздействия, затем появляется обратно в кишечник и начинает размышление на более приятной пище. Таким образом, наше впечатление устроено исключительно для сырой растительной пищи. И когда мы питаемся сырой растительной пищей, эти бактерии являются для нас источником пленка на начальных этапах. В дальнейшем организм перестраивается, через месяц происходит обновление всех клеток, через 6 месяцев происходит обновление всех клеток кожи, через 6 месяцев происходит обновление всех клеток тканей, органов. Через 2 года, полностью через 7 лет, происходит обновление полностью скелета всех органов, клеток тканей. Таким образом, процесс стал нелегкий, и на скорость этого процесса может также повлиять кто, сколько лет человеку и как долго он провел в состоянии все-яр. Дальше мне хочется поделиться с вами своим личным опытом, который я веду сейчас, находясь в Полтаве, абсолютно никого не принуждая навязывать свое мнение и не одного из своих родственников, отца, именно страдающего лишним весом. На словах я ему ничего не смог объяснить, так сказать, он это не принял. Но когда я начал есть только яблоки, он это видел, он это знал, что я себя хорошо чувствую. И он пришел к выводу, что это питание может помочь ему решить свои проблемы со здоровьем. В результате он начал ходить, кушать яблочки, кушать здоровое пищу, фрукты, овощи, не говорю только яблоки, но яблоки в результате он стал себя чувствовать лучше. Когда Андрей стал ездить на с собой, он выразил мне такое мнение, что слон стал меньше чувствовать агрессивно. Это говорит о том, что упойная пища, которая является мясом, вызывает на тонком плане человека, все мы знаем, что есть в любых физических планах, наше тело физическое пищеварение, и есть тонкие планы, это то, что называется психологией, то есть психия от слова душа. Вот, и когда животное, находясь на поле, когда поле погибает насильственной смертью, на тонком плане, ученые, конечно, этого признать не могут, но все выходят на понятие, как аура, биополе человека, есть более тонкие структуры, об этом я расскажу сейчас не имею права, поскольку я сам этим не владею, знаю, информация есть, знания нет. Так вот, животное на том плане, когда его забивают насильственной смертью, впитывают эту энергетику, она запечатывается в это мясо, если человек употребляет это мясо, приобретает эту агрессию смерти, агрессивную эту энергию, в результате, если у него есть какие-либо психические заболевания, расстройства, сапоэлементарные, они могут прогрессироваться. Вот. На Востоке барашек практически свободен, поэтому на Востоке барашек употребляют, они не чувствуют себя. Много чувствуют. Далее, что хочется сказать... Сейчас их усилят. А что надо кусать зеной, когда они попросили? Так. Вставь флешку. Встать. Какие Фолты? По утра я, поскольку я не имею работы, и это связано с тем, что я мель Tôiвана с переселился. Давай... Вот эту вопрос? Неfeito. Алекцию. На нерегацию. Что именно? Видео? Что-нибудь? Так вот, в Полтаве у меня много свободного времени, чтобы результаты моих исследований, экспериментов на себе были объективными, а не субъективными. То есть только из моих слов. Я сделал следующее. Я находился перед веб-камерой. Качество, хочу сказать, очень низкое, но суть не в этом. Суть в том, что я ничего белкового не употреблял, только овощи. В большинстве своем это были ябы. Но дело не в этом. Дело в том, что это положительно повлияло осознание моего отца, и он принял, что надо менять свое отношение к жизни и питанию человека. Эти материалы есть у меня на канале в YouTube. Просто суть в том, что мои слова, слова сейчас ничего не значат. Либо есть какое-то дело, либо его нет. Я не собираюсь на этом останавливаться, буду заниматься этим в дальнейшем. Вот. И до такого момента, как я кончательно перейду, либо не смогу этого сделать, то я об этом обязательно узнаю. Таким образом, какого бы царь, причем, какого бы результата ни был, вы об этом знаете. Либо он будет положительный, я смогу себя чувствовать гораздо лучше сейчас. То есть свободней, больше энергии будет. Либо я стану чувствовать себя хуже, я перестану. Сколько лет вы экспериментилили? Последние два года я этим занимаюсь. Вот. Ну, вот конкретно перед камерой, вот перед геркой, я сижу последние три месяца, а же четвертый вышел. То есть через пять лет вы будете моложе, чем сейчас, да? Я не могу этого утверждать, поскольку это только информация, мои знания, мой опыт еще не имеют права. Это эксперимент, по сути. По сути говоря, да. Как вы контролируете, вы сказали, что вы через какое-то время скажете, что лучше себя или хуже, а если лучше, то... Сделаю анализ крови. Я в Донецке в начале этого года делал анализы крови, выкладывал это видео на YouTube, и все у меня открыто абсолютно. Я не фанатик, не хочу никому ничего доказывать, просто... Отличается анализ крови? С какой периодичностью вы делаете? Ну... Что в сомнении? Хотелось бы чаще это делать. Ну, да. Дело в том, что в Донецке это делать даже опасно, это надо выходить из дома, когда там, понимаете, оккупации. Здесь, в Полтаве, я еще не делал анализа, поскольку у меня был договор сделать... Ну, в общем, это лично. Но я вернусь в Полтаву, я вижу заинтересованность. Вот. Я обязательно это пойду и сам сделаю. Откроется кто-то из последователей есть у вас? На данный момент у меня в Полтаве только отец. Вот. Как отец похудел? Какой отец похудел? За полтора месяца... За два месяца 15 килограмм. Сколько ему лет? Ну, 47. Но у него лишний вес порядка 50 килограмм. Прирост в метр девяносто. То есть он весил где-то 140 где-то, 140? 150 весил, сейчас 130. Ну, 135. Так вот, 130, 132, 132. Да, это дело есть. Он осознал... То есть он видит, что... Как бы само... Слова ничего не говорят. Я ему объяснял, как это все происходит. Он мимо 6 пропускал. Так оно у всех происходит. Вот. На мне оно так же самое-то работало. Пока сам не попробуй. Пока... Вот. Самое главное, чтобы был настрой. Если человек уже сам себя настраивает, что у меня нет, у меня ничего не получится. Значит так оно и выйдет. По поводу вопроса... Зимой. Чем питаться зимой? Ну, поскольку я не имею средств ходить на рынок и покупать, даже если бы они были на рынке зимой, сами знаете какие продукты. Если это какой-то сельскохозяйственный производитель, пестициды, хешбециды и тому подобное. Если это где-то от дома, домашних условиях, свое хозяйство, это гораздо проще, конечно. Сейчас, когда яблоки уже заканчиваются, у меня возможности соседских яблок, так сказать, на поселке уже не будет. Вот. Я собираюсь перейти на пророченную пшеницу. Какой будет результат, вы об этом тоже узнаете, кому будет интересно. Хочу сказать следующее... Итак... Откройте файл, яблочко в разрезе. Вы не заберете? Чуть разрезе. Это картинка яблок? Да. По поводу яблок. Яблоки на 80% состоят из жидкости. Значит, из килограмма яблок, соответственно, выходит 800 миллилитров жидкости и 200 грамм сухого вещества. Таким образом, зная, что в Полтаве вода из... Возьмите склажу, но у меня в доме вода низкого качества, трупы и тому подобное. Я решил кушать яблоки, овощи фрукты и не употреблять физической жидкости. То есть воды. Пятый месяц. Я не терю физическую воду. Какие последствия? Давление у меня немножко ниже, чем 120 на 80. Давление мое 100 на 65 на 70. Кто хочет сказать, как высчитывается норма 120 на 80, либо там температура 26,6. То есть берется группа людей, разная по весу, разная по росту, разная по физической нагрузке, по возрасту. Таким образом измеряется давление, то есть среднестатистическое. Считаю, что у меня нормальное давление. Виктор, это мой свидетель. Я воду не пил. Как-то сегодня, вчера. И чувствую себя вполне нормально. И я стал... В этом случае сколько яблок вам пить? Когда яблоки начались, насколько я яблоки очень люблю. То есть это мой любимый продукт. Чисто физически мне хватало, чтобы насытиться килограмма. Но ел я больше 2-2 килограмма, 2,5, когда их было много. В последствии их стало здесь поменьше. Я стал уже и чувствовать насыщение больше. И мне стало их меньше хотеться, поскольку приедут, как говорится. А сколько? Сейчас килограмм-полтора. Килограмма? Килограмма. Килограмма? Нет, я воду. Кроме меня, так что вы ездите. В сутки килограмм-полтора, да? Да. По этому поводу есть типы питания и правила питания. Сейчас я вам объясню, как правильно питаться. Значит, на тонком плане, если мы кушаем и употребляем пищу с плохим настроением, это все на нас отражается. Поскольку черного оси состоит из воды, а вода, как известно, имеет свойства информационно впитывать негативную, либо положительную информацию. Таким образом можно объяснить полезные свойства крещенской воды, либо освященной. В Библии сказано, что в трапезе есть продолжение молитвы. Вот. Либо русское народное пословище, когда я ермя слушаю. Вот. Это первое правило. То есть надо кушать всегда с хорошим настроением. Второе правило. Как вы поднимаете настроение? Примерно следующим образом. К этому сложно привыкнуть, учитывая некоторые обстоятельства домашние. В общем говоря, сесть, расслабиться ровно, закрыть глаза, вспомнить самый приятный момент из вашей жизни. Это может быть приятное воспоминание, связанное с детством, либо с вашими детьми. Ну, рождение ребенка, например. Вот. У многих это еще в будущем. Поездка куда-нибудь, вспомнить это состояние, а потом отставить воспоминания и находиться в этом состоянии. В общем говоря, надо не думать ни о чем плохом. Вот. Таким образом, это второе правило. Первое правило – хорошее состояние. Второе правило – надо тщательно пережевать печку. Это как минимум. Все зависит от того, какая она пища. Ребята, попробуй. Тебе очень интересно. Я, впрочем, меньше мяса стал есть. Тридцать четыре. Чем дольше живешь, тем дольше живешь. Это прямая зависимость. Вот. Дальше. Такое правило – твердое пить, живкое есть. То есть пища должна быть доведена до такого состояния, чтобы на тонком плане есть такое понятие, как брана. Это энергия, которая содержится в клетках тех продуктов, которые мы употребляем. И она должна питаться через слюные железы. Вот. Таким образом, мы долго живы. Второе правило – третье правило питания. Пить воду за полчаса до еды, либо через полтора – два часа после еды. Это было одним из факторов, потому что я перестал пить воду, поскольку процесс приема пищи растянут во времени. И часто бывает так, что вода просто смешивается с желудочным соком, и нарушается пищеварение, и питательные свойства оно и насыщает. Дальше, четвертым правилами, да, является кокусом частота приема пищи людей. Вот. Если, конечно, у человека нету сдержанности, либо какие-то внешние факторы, чисто психические, на него какие-то факторы влияют, это правило очень сложно так соблюдать, но вполне возможно. Здесь главное поднимать, что когда ты чувствуешь физический голод, и когда ты чувствуешь эмоциональный голод. То есть физический голод – это когда уже есть сильная слабость. Эмоциональный голод – это когда что-то приключилось, как мы говорим, и это состояние надо заесть. Ну, такая вот вредная привычка у нас. Мы успокаиваемся либо… У телевизора? Да, я танцал, либо так. А другими словами, это все идет в очень плохих последствиях. Вот. Сколько раз вы, вот, полтора килограмма? По поводу яблок, надо учитывать, что это солнечный продукт, на его, так сказать, для работы устроения должна использоваться солнечная энергия. То есть это дневной продукт, вечером его не желать? Вечером нет. В нашей науке, конечно, такие исследования не проводились. То есть невозможно исследовать что-то про на физическом уровне, поскольку она не в физике, так сказать, не материальном уровне. Опытные люди, допустим, физическая культура утверждают, что если питаешься солнечным продуктом, такие как овощи, фрукты, зерновые, в тот момент, когда солнце находится в своей нише и силе, допустим, утром либо вечером, то организм сам затрачивает энергию на его переработку. Если питаешься с одиннадцати и до двух, тогда солнечная энергия помогает переработке и усвоению и выделению энергии. Таким образом питаться лучше яблоками зимой в большом количестве вообще не кушать, иначе будет, ну, как поел, и вся энергия уходит в желудок, вот, либо небольшими количествами. Я же кушаю за раз от полукилограмма к килограмму за раз. Вот начинается одиннадцать часов, сюда я, допустим, первую порцию, честно говоря, я не взвешивал, у меня как бы нету здесь, именно в Полтаве лесов. Донецкий вывод, от полукилограмма до килограмма раньше было за раз больше, сейчас насыщение приходит раньше. И к двум часам еще одну порцию могу съесть, а вечером две жмени орехов грецкие чищены, больше я их съесть не смогу. Раньше я много елки, грецкие орехи содержат белок, вот, растительные, но раньше я мог их много съесть, сейчас не могу. Таким образом, хочется сказать, что если взять энергозатраты взрослого человека за сутки, то выходит, что примерно восемь процентов человек тратит на пищевое. 10 процентов входит на умственную деятельность и 10 процентов на физическую активность, это если не брать спортсменов, где полученных. Когда человек находится на сыроедении, постепенно перестраивается, благодаря таким веществам, которые находятся в пище, как энзимы, пищеспособность сама перевариваться, то есть ученые проводили эксперименты, вы знали, как на самом деле происходит пищеварение. Брали две лягушки, они не были обещленные, брали два сосуда с желудочным соком, именно кислота, обычный желудочный сок. Значит, в один сосуд ложили лягушку вареную, а в другой сырую. В первом сосуде лягушка вообще никак не изменилась, как вода, так и осталась, свека может появиться, изменилась, а во втором сосуде лягушка растворилась полностью. Таким образом, желудочный сок не может влиять на пищеварение, есть какие-то другие вещества, которые ученые открыли, называли энзимами. Они находятся в веках живых растительных продуктов, и поступая в организм, они как бы сообщают нашему телу, нашему желудку, какая среда для них нужна для пищеварения, либо кислотная, либо щелочная. И таким образом, энзимы помогают в самопереваривании пищи, саморастворению. Поскольку человек не тратит на эту энергию, то выделяется энергия, которая идет на обновление, самоочищение организма. И таким образом, шлаки, токсины, все канцерогены, которые мы употребляем с термически обработанной пищей, начинают выводиться. Ну, перед тем, как переходить на сыроедение, либо веганство, лучше, конечно, заниматься осознанным отказом от пищи, либо как пищевые паузы. Ну, голоданием мы это назвали, не знаю ни в каких случаях, я тоже осознанным, как я этим занимался. Постепенно, сутки, двое-трое, так как раз в неделю, два в шутелях, 7 суток на сухом провел, то есть без воды. Без пищи. В результате надо правильно это все делать, естественно, правильно заходить, правильно выходить, делать клизмы. Таким образом, прочистится и желудочно-кишечный тракт, и сам кишечник. Иначе, кишечник, сиена, который питался термически обработанной пищей, покрывается слизью, и через стенки кишечника не могут впитываться питательные вещества, и не происходит насыщения. Если этого не делать, голодание, низмоочищение, то пользы от сыроедения практически никакой не будет. Человек съест, на следующее утро оно выйдет. Вот, по поводу, мы все-все взрослые люди, хочется пару слов сказать по поводу посещения туалета, поскольку в яблоках содержится всего лишь в килограмме 200 грамм сухого вещества, то, как бы, раз в двое суток стабильно, причем буквально раз в двое суток, и так постоянная. Это маленькая туалет. Вот, проблем с этим нету, то есть ни забора, ничего абсолютно нету. Вот, я себя чувствую нормально, вот, стал меньше спать, но я раньше вложусь, раньше просыпаюсь. Но я чувствую, что мне, я высыпаюсь гораздо быстрее, чем я попал раньше. Раньше я спал уже дольше. Я не собираюсь останавливаться на монофруктоведении, хочу пойти дальше, дальше только питание правды, притарянство. Таким образом я начал делать дыхательные упражнения. В общем говоря, я считаю, что дыхание на упражнения, задержка дыхания на вдохе. Как это происходит? Вдох, задержка дыхания. Сейчас я дошел уже до трех минут. Три минуты проходит, выдох, одна минута я отдышусь и опять вдох три минуты. И так в течение сорока минут. По три захода. К чему это приходит? Это способствует насыщению. То есть все мы знаем, что белки, жиры и углеводы состоят из кислорода, азота, углерода и водорода. Все эти элементы содержатся во вдыхаемом воздухе. Ну азоту надо, конечно, особое условие, допустим, в процент. Тем не менее, когда мы вдыхаем воздух, при определенных условиях организм может перестроиться на внутренний холодный ядерный синтез. По принципу фотосинтеза, все вы знаете, солнечные растения употребляют вещества не только из почвы, но и из воздуха. По действиям солнечной энергии, вода, углекислый газ, превращается в целлюлозу и происходит в течение кислорода. Таким образом, наш организм тоже имеет способность к внутреннему синтезу. В частности, предназначение нашего желудочно-кишечного тракта является всего две функции. Это синтез питательных веществ и иммунная защита, иммунитет. Я услышу. Какие физические нагрузки? По поводу физических нагрузок. Значит, поскольку я только перешел на моно-вкуссоведение, физические нагрузки я сейчас себя не подвергаю. Первые три месяца я себя не подвергал физическим нагрузкам. Ну, то есть надо подходить ко всему здравому смыслу по состоянию. Значит, последний месяц я стал делать физическую зарядку. Это в частности есть видео буквально нашего с малого председания. Ну, зарядка, просто разминка. В дальнейшем я буду увеличивать по своему нагрузку и посмотрим, что в результате получится. Вот. А Ваше мнение, человек, работающий, допустим, на подговоре с тяжелой физикой, сможет так питаться? Нет, конечно. Человек не сможет так, конечно, питаться с тяжелым физическим трудом. Но… Нет, нет, он не сможет. Если резко перейти, резко перейти, он не сможет так питаться, имея большую физическую нагрузку. Но если он перестанет есть мясо, он станет себя гораздо лучше чувствовать. Поскольку именно на мясо есть большая нагрузка по энергетике, по энергетическим затратам. И усваиваемость мяса очень низкая. То, что нам кажется, что нам дает нам много энергии, на самом деле это… Допустим, все вы знаете эффект. После того, как я плотно покошен, нам всем хочется поспать. У меня такого состояния нет. И еще так было по поводу жидкости. Летом 20 человек просто на просто потери теряют достаточно огромное количество жидкости. То есть в килограмме… Ну, в полутора килограммах яплата, в килограмме 800 грамм жидкости. А в полутора килограммах – это еще 200 грамм, да? Более того, скажу, в выдыхаемом воздухе за сутки содержится 500 грамм жидкости. Как ты сейчас скажешь в выдыхаемом воздухе? По своему опыту, другого у меня нет, скажу следующее. Летом у меня платоотделение было гораздо ниже, поскольку организм перестраивается. Я вел пониженную физическую активность. Ну, я все-таки проходил не меньше, чем полутора килограмма, когда гулял по поселку Заяблик. У нас богатый поселок. И мне надо было ходить, ну, километра полтора. Ну, то есть, организм уже не имеет возможности охлаждаться. Я себя, я жары сильно не чувствовал. Более того, у меня постоянно кончики пальцев. Мерзли. Черт, холод. Холод. Да. То есть, когда перегрев, этого быть не может. То есть, пониженное платоотделение не задавало, что какая-то дисфункция организма. А именно потом, ну что? В этом нет необходимости. Ну, по крайней мере, у меня так было, не было большой физической нагрузки. В дальнейшем будет повышаться нагрузка. В дальнейшем, по мере того, как организм будет перестраиваться, я буду повышать физическую нагрузку. Буду смотреть по своему состоянию. И об этом буду рассказывать. У меня вопрос такой, насчет энзимов, да? Вот, ты привел пример, что если кушать растительную пищу, то выделяются с этой же пищи энзимы, которые помогают переваривать пищу. Я так понял, да? И, в пример, ты привел желудочный сок и лягушек. А лягушка ж это не растительная. Почему это не лавровый лист, например? В любой. Этот эксперимент показывает, что в самом деле, это энзимы помогли в этом эксперименте. Ну, в любой живой клетке есть энзимы. В живой клетке. И они способствуют переваривать пищу. Лягушка была свежей, умершвел для любви. Да. То есть, вареная не растопилась? Не растворилась в желудочном соке. Ну, хорошо. А у нас же вопрос был не о мясе, а как бы. Получается, мясо лучше перевариваться, чем мастительное пищу. Я так понимаю, правильно? Дело в том, что то мясо, которое мы покупаем... Ну, я просто не понял, к чему пример этот вообще, если у нас... К чему можно делать яблоко растворить? Любое растительное. Ну, как-то, ну, несостыковка, вот факты как-то... Это эксперимент, я о нем узнал, я вам рассказал. Если бы у меня был желудочный сок, я бы взял яблоко и... Нет, выводов можно сделать много, а как на самом деле обстоять дела? Вот, к примеру, насчет температуры. А ты не задумался, что может у тебя уже... Организм не может вырабатывать столько тепла, сколько ему необходимо? Может уже как земноводный надо погреться на солнышке? Нет, я об этом задумался, поскольку я сейчас нормально чувствую, и моя температура даже выше, чем обычно. Ну, я знаю. Выше. А за меньше должно быть. А он просто... Я не думаю, что обычно у меня такой одинок, если там по улице или туда. Правильно. А сейчас вот примерно 36,7 вот так. И еще такой вопрос. То есть я понимаю так. Два года ты физически не напрягался, по сути. Я не могу этого сказать. В Донецке в доме у нас была печка, я запасал дрова. Да нет, я имею ввиду... Вот ты можешь, например, 100 метров пробежать, вот быстро, вот сразу же... Можно я это скажу? Да, да, да. Так вот, делая запас дров на зиму, я занимался тяжелой физической активностью в плане спила сухих деревьев, подъема больших, ну, в таких порядках бревен, принеся их домой, распила и раскола. И топки, соответственно, печки в холодный период времени. Я для себя провел взвешивание дров, которые я использовал. Вышло порядка двух тонн я вытопил сзади. Еще около тонны осталось неиспользовано. Таким образом я провел на веганстве, то есть на термически обработанной, кашу в основном, пищу, нагрузку и вполне нормально себя чувствую. То есть после этого рабочего дня, да? Рабочий день у тебя был один раз? Или как-то сезоном, неделей работа? Да, это был не рабочий день, подготовка шла к зиме летом, летом, осенью. Ну, месяц ушел на заработку дров. Это было через всего лет. Через всего лет. То есть все лето рубил, таскал? Да, то есть я не мог за один день все это сделать. А головокружение было? Нет, абсолютно ничего такого не было. Я себя чувствовал очень даже активным. Моя активность была выше того, чего я желал. То есть надо было поспокойнее себя вести, но та обстановка не позволяла. Мне постоянно какие-то раздражения, какие-то… А, то есть побочные эффекты, которые показываются? Нет, побочные эффекты не веганства, не веганства. То есть тебе не давали соблюдать то состояние, которое тебе необходимо для того, чтобы… Ну, а теперь хочется сказать пару слов о продуктах питания. Начну я с того, что… На начальном этапе человек находится на всеедении. И начну я с белковых продуктов, а именно мяса, молока, рыбы и яиц. Значит, мясо, как известно, увольная пища. Лично я ее считаю… Это лично мое мнение. Я никому его опять-таки не навязываю. Мясо – это для хищников. Хищники, то есть сам процесс хищничества, охоты – это когда хищник, то есть дикое животное выслеживает, как бы догоняет, забивает, ну и, соответственно, разгрызает. Подобные вещи происходят. Человек должен, который считает себя хищником, сам вырастить, забить, приготовить, соответственно, это будет мясо. Все остальное, что мы покупаем в магазинах – это не мясо. Это уже может быть и грубо, но это правда, это уже как бы мертвичина, это инопады. Таким образом, я отношусь к этому продукту. То есть, не свежий продукт, прошедший соответствующую обработку, хранящийся в морозильных камерах, не может называться свежим продуктом. Это уже… таким питаться не стоит. Дальше. Существует поверье в ведической культуре, в ведийской, ну и в старославянской, что за смерть живого существа несут ответственность 6 человек. Во-первых, тот, который убивает животное, тот, который помогает этому процессу, тот, который производит разделку, тот, который, соответственно, покупает, готовит и употребляет эту пищу. За такие действия человек будет нести ответственность после ухода из этой жизни. Вы можете в это верить, можете нет, так или иначе, это вполне может происходить. Есть такие люди, которые обладают внутренним видением, и они, соответственно, рассказывают о том, что в момент смерти животного, если они при этом присутствуют, они видят, как дух умершего животного выходит из тела, и наблюдают за тем, как, соответственно, его тело разрывает, так сказать, на части. И в этот момент это животное проклинает своего убийцу. Ну, это, конечно, сложно поверить, человек обычно не обладает такими способностями, тем не менее это важно знать. Дальше хотелось бы сказать по поводу молока. Допустим, в Индии корова считается священным животным, и молоко считается благостным продуктом. Но, соответственно, молоко из-под коровы я согласен. Соответственно, в Индии молоко считается благостным продуктом, и если молоко из-под коровы, то его пить можно. Но если молоко на молочной ферме, я считаю, что, по некоторым данным, корова для того, чтобы производить круглый год молоко, должна быть постоянно находиться как бы на стадии беременности, либо как минимум уже отелившаяся, чтобы молоко вырабатывалось. Во-первых, для того, чтобы она была постоянно на стадии беременности, ей вводят специальные гормоны, подобные вещества, чтобы повысить выработку молока, соответственно, тоже вводятся различные вещества. И когда теленок рождается, его отрывают от вымени, соответственно, он не находится в водном столе с коровой. Вот. И в этот момент коровы, когда от него отрывают теленка, испытывают ужасные муги. То есть, ну, это можно элементарно каким-то образом представить, как матери забрать ребенка, и животное тоже это все чувствует. Соответственно, я молоко не употребляю, хотя я его очень люблю. Но, если было бы домашнее, я бы еще больше сильно об этом подумал, как употреблять или употреблять. Но, тем, у кого есть возможность купить домашнее молоко, я рекомендую все-таки его покупать. Но, опять-таки, это дело каждого. Дальше, по поводу рыбы. Рыба тоже белок животного происхождения. Рыба, сама животное, хоть и ниже, чем некопитающее, но она тоже имеет какие-то определенные чувства, если об этом говорить. Соответственно, рыба есть тоже, не рекомендуется. Яйца вообще можно считать куриным абортным материалом. То есть яйцо предназначено для того, чтобы из него появился цыпленок. Когда курс, так сказать, всиживает яйцо, неоплодотворенное, то выходит, что жизнь не появляется. Таким образом, рыба, мясо, яйца являются для венганов нежелательным продуктом. Дальше идем по другим продуктам питаниям. Допустим, взять напитки. Хочу сказать пару слов о кофе и чаях. Чай производится в более теплых странах. Индия, Сейлон. Это листочки чайного дерева. Все остальное нельзя считать чаяным. В чайе, натуральном, черном чае, зверсть кофеина больше, чем в натуральном кофе. Соответственно, это является гораздо более тонизирующим напитком, чем кофе. Пить его нужно в уменьшенных количествах. Если я выпью, допустим, утром небольшую чашечку, это вполне достаточно на весь день. Если выпьешь к вечеру, то оно в зависимости от состояния здоровья человека ночь может либо крепко быть, либо может быть расстройство сна. Кофе является таким напитком, который вызывает привыкание гораздо сильнее, чем чай. По моим наблюдениям, человеку гораздо сложнее отказаться от кофе. Хотя я сам кофе никогда не бил, но такие наблюдения у меня есть. Дальше хочется сказать, овощи, фрукты. Некоторые рекомендуют употреблять те овощи, фрукты, которые растут в нашей полосе. То есть там, где родился, то и кушаешь, но и соблюдать сезонность по возможности. Фрукты импортные одни рекомендуют, другие не рекомендуют. Вот, употреблять, допустим, в зимнее время. Ну, это опять-таки по состоянию человека, как он себя чувствует, несмотря в каком количестве. Дальше хочется сказать о таких продуктах, как крупы. В русской традиции, славянской, входит такая поговорка, как «Щи да каша, пища наша». Она актуальна и сейчас. Также всем известна русская народная сказка «Кощей бессмертный». Кощей, то есть пытаешься кашей и щами. И «бессмертный» через «З». Но у нас это переделали и получилось «бессмертный». Так вот, Кощей бессмертный пытался кашей и щами. А его смерть находилась в яйце, в утке, в рыбе. Ну, то есть, в принципе, во всем том, что содержит белковые продукты. Таким образом, русская народная, так сказать, мудрость пронесла в века эти традиции и эти советы, как правильно питаться и как чувствовать себя здоровым. И, так сказать, не зря на земле русской были богатыри. Вот. И защищали нашу землю от различного рода захватчиков. Дальше хочется рассказать, поднялись, так сказать, своими наблюдениями, своим опытом небольшим работой в торговле. По поводу других напитков, таких как сладкие напитки, то есть, не минеральные, а именно сладкие напитки. Хочу сказать следующее. Они вызывают повышенную жажду. Сразу, как выпьешь, содержание сахара в этих напитках вызывает жажду. То есть, хочется пить опять. Вот. Недавно слышал рекламу по радио «Эководка». То есть, она может быть и производится по каким-то экотехнологиям, но что такое экология? Сегодня мы находимся на международной выставке по энергоэффективности, экологии. Что такое экология? Экология – это наука, изучающая взаимосвязь между живой и неживой природой и влияние на эти связи человеческой деятельности. То есть, по сути, «Эководка» напрямую не влияет на эти связи, но выпивший человек может надворить больших бед, которые будут влиять на взаимосвязи между живой и неживой природой. Соответственно, «Эководка» – это всего лишь реклама, бренд, и не покупайтесь на эту дешевку. Ни в коем случае. Вот, ну, а сейчас хочется дать вам возможность задать ваши вопросы. Тушим. Значит, есть вопрос. Вот, если человек всю жизнь не ел всякую гадость, пил всякие вот эти напитки, ту же «Эководку», то если он сейчас начнет исправлять здоровье путем какого-то глодания, как вы сказали, то как это отразится на его состоянии и не станет ли ему хуже, в принципе? Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, надо, чтобы человек осознал необходимость. Изменение своего образа жизни – это первый этап, он очень важен, поскольку все изменения происходят у нас именно на ментальном уровне, то есть наши мысли, эмоции, вслед за которыми и происходят изменения в нашем организме. То есть как мы себя настраиваем, такие изменения происходят. И следующим этапом постепенно, в течение нескольких месяцев, настраивание себя и какие-то конкретные действия. То есть в зависимости от того, какое состояние человека, то есть вес, рост, возраст, какие у него возможности, сила воли, в частности, без особого принуждения уменьшать норму потребления тех продуктов, которыми он питался ранее. И постепенно, снижая эту норму, организм сам будет адаптироваться к тем продуктам, которые он будет заменять одни продукты другими. То есть, допустим, если это было мясо, рыба, яйца, можно их заменять там кашами, такими продуктами, которые не содержат именно белки животного происхождения. В дальнейшем кашу можно будет переводить постепенно на сырую пищу, но опять-таки в зависимости от состояния вашего желудочно-кишечного тракта, пока не появится новая благостная микрофлора. Да, я вас слушаю. А врачи, вот почему об этом молчат и ничего не говорят, и знают ли они вообще об этом? Ну, во-первых, существует такая новая диетология, и существует такие врачи, как диетологи. Одни говорят, одни советуют определенную диету, но опять-таки, я общался с людьми, одному человеку больному с сахарным диабетом порекомендовали есть мясо. А они не взяли с мясом диабетом? Как это влияет на диабет? Я не думаю, что мясо способствует излечению сахарного диабета. По крайней мере, мясо давно, уже в 70-х годах, Семейная организация здравоохранения признана главным консерогеном, и оно как бы не рекомендуется для употребления в принципе, но поскольку у нас существует такое понятие, как экономика, и животноводство является одной из ведущих отраслей, которые наполняют бюджет из стран, как бы отменять, либо уменьшать. Животноводство никому, естественно, не выгодно, люди пока еще сами не готовы от него отказаться, как говорится, есть. Спрос, будет и предложение. То есть менять это положение надо изнутри, с самых низов, с самых верхов ничего менять не получится.